Сегодня в программе энергия один день из жизни морской платформы Пельтун Астовская-Б. Палуба, гидрокостюм, капсула ФРОК. Высота над водой примерно полсотни метров. Подняться на морскую платформу Пельтун Астовская-Б будто серьезное испытание пройти. Пельтун Астовская-Б одна из самых тяжелых в мире. Ее собирали на южнокорейском острове Коджи и морем транспортировали на север Сахалина. Везли платформу на гигантской барже, которую специально сконструировали для этого сооружения. В 2007-м платформу установили в открытом море. На дно поместили бетонные ноги опоры, сверху на них опустили жилой и технический модули. Конструкция получилась настолько огромной, что по сложности ее можно сравнить с космическим кораблем. А по высоте с Останкинской башней. Работает платформа круглые сутки 365 дней в году. Утро дневной смены начинается в 6 утра. После вкусного и разнообразного завтрака, планирования работы, выдачи нарядов, допусков. Неожиданно звучит сигнал тревоги. Учебная тревога традиционная, но, как правило, не запланированная репетиция эвакуации с платформы в случае опасности. Конечная точка сбора персонала – три лодки, в каждой по 70 мест. Сегодня на пельтон Остовской Б трудовую вахту несут более 100 человек из разных стран. Сегодня у нас рекорд. За 7 минут полный сбор персонала. Еще 4 минуты ушло на перемещение в зону эвакуации к лодкам. Отличный результат. Может быть, благодаря присутствующим здесь телекамере и фотоаппарату. Всем хорошей работы. Сердце платформы, ради которого ее, собственно, и построили буровая установка. Защитный костюм, умение карабкаться по отвесным конструкциям. Кого не восхищают супергерои из фильмов. Похоже, такие ребята есть и на пельтон Остовской Б. Равновесие, ловкость, сила – для нас не проблема. Но спайдерменами себя не ощущаем. Сейчас мы проверяем исправность оборудования. От этого зависит безотказная работа всей буровой установки. Буровая установка в высоту примерно с девятиэтажное здание. А управляется всего двумя операторами в креслах. Два оператора и два джойстика. Процесс бурения чем-то напоминает компьютерную игру. Современная технология позволяет пробурить целый куст, скважин не передвигая платформу. Скважины проникают в недра и охватывают месторождение, словно корни большого дерева. Для Даррена Джонса бурение – дело семейное. Мой брат-близнец бурит в Азербайджане. Отец тоже бурильщик, сейчас на пенсии. Я третий год на Сахалине. До этого бурил в Иране, Англии, Шотландии. Здесь отличные ребята. Правда, иногда нелегко. Климат суровый. Здесь нефть и газ? Нефть, газ и вода. На платформе есть зона сепарации, где нефть отделяют от газа. Также установка для получения пресной воды из морской. А еще вертолетная площадка – главная связь платформы с Большой землей. И центральный пульт управления – мозг Пельтун-Остовской-Б. Мозг отвечает, соответственно, за все. Данный пульт управления контроль ведет за процессом добычи нефти и транспортировки газа. Весь производственный цикл Пельтун-Б разработан с учетом стандарта нулевого сброса. С платформы в море ничего не должно попадать. Ни добытое сырье, ни химические реагенты, ни бытовые отходы. Потеряв счет зонам, блокам и этажам, в конце рабочего дня наша экскурсия задержалась в жилом отсеке. Сложно представить, что в открытом море, помимо огромного нефтегазодобывающего комплекса, есть еще и гостиница со всеми удобствами. Здесь предусмотрен спортивный зал, даже небольшой кинотеатр. На платформе в основном мужчины. Не просто работать месяц в открытом море, но мы знали, на что подписываемся. У нас очень хороший коллектив, профессиональный, отзывчивый. Бывает, после вахты не можем выбраться отсюда. Плохая погода, нет ни вертолета, ни лодки. Тогда я думаю, зачем я выбрал эту работу вдали от дома. И так уже 35 лет. Говорят, буровикам принято желать большущий дебит из большущего пласта. Это пожелание на Пельтун-Остовское-Б выполнили. Мощность платформы 70 тысяч баррелей нефти и больше 2,5 миллионов кубометров попутного газа в сутки. Это третья по счету морская платформа, установленная Сахалин Энерджи, недалеко от острова. Это была программа «Энергия» специально с морской платформы Пельтун-Остовское-Б. До встречи в следующий четверг. Субтитры создавал DimaTorzok